Я не знаю, с чего это все началось. Ой, наверное, какой-то случай. Наверное, просто предложили, а мне понравилось. Активное, любящее внимание, публику, аплодисменты. На стул забраться, стихотворение рассказать. Наверное, про меня вот из этой же серии. Можно сказать, что да, у нас сложился такой творческий дуэт, потому что в лице мужа я нашла единомышленника, который меня поддержал и до сих пор поддерживает во всех моих начинаниях. Он также любит музыку, он также играет на инструментах, так же, как и я. И поэтому, ну, кто меня бы терпел в моей профессии? Наверное, только он. Вот так вот. Ну, наверное, я его сподвигаю на какие-то вот эти вот творческие моменты. Но, с другой стороны, без его поддержки у меня бы вообще ничего не получилось. Потому что мне нужно, чтобы меня слушали, чтобы мне кивали, чтобы меня понимали, чтобы меня поддерживали, чтобы мне говорили «да-да-да, именно так-так-так». Ну, я не знаю, я бы, наверное, не сказала то, что я сильно разделяю сцену и жизнь. Потому что я выхожу на сцену, вроде с одной стороны я играю роль, а с другой стороны я та же. Потому что мне хочется искренности, мне хочется душевности, мне хочется вот этого вот эмоционального посыла. То есть я пытаюсь передавать то, что я чувствую, то, что мне бы хотелось чувствовать в этот день. Какая она вне сцены? Наверное, она более спокойная, чем на сцене. Хотя, наверное, и потому спокойная, что ей нужно восстановиться, мне нужно восстановиться. Я же не буду говорить о себе в третьем лице сейчас. Ну, работа действительно занимает очень большое место в моей жизни. И поэтому, если я дома не успокоюсь, если я дома не накоплю вот этой вот энергии, силы, эмоции, если у меня все будет вот гладенько, ровненько, ничто меня не будет впечатлять, то с чем я приду на праздник? Мне важно менять картинку перед глазами. Потому что если я не меняю картинку, я начинаю мебель двигать дома. Потому что мне нужно какое-то движение, смены кадров. Ничего не рассказать. У нас прекрасная семья. У нас двое детей, двое сыновей. Лапушки, сыновья мои. Достаточно покладистые дети. Нам с ними нетрудно, нам с ними легко. Вообще они похожи сами на себя. Мы, как родители, пытались их одно время своими какими-то увлечениями заразить. Но, наверное, хватало как-то ненадолго. То есть с музыкой пытались их связать, не получилось. Но мы решили дать им свободу. Пусть выбирают, пусть ищут себя. Но, во всяком случае, творческое начало, мы в них видим это точно. Секрет, наверное, нашего счастья в том, что мы люди разные по темпераменту. Я взрывная, Сергей спокойный. Я очень активная, подвижная. Он спокойнее. Он меня равновешивает. Он меня притормаживает иногда, чтобы меня куда-то не захлёстывало. Мы все не идеальны. Вот, наверное, надо это понимать, что нет идеальных людей, что так или иначе все равно с чем-то надо мириться. Мне, например, с медлительностью моего супруга. А он мирится, наоборот, с моей гиперактивностью. То есть где-то в чём-то прощать друг друга. Вот как говорят на свадьбах. Прощайте, уступайте, терпите. Мне не нравится вот это вот выражение. Терпите друг друга. Мы не должны друг друга терпеть. Мы должны просто стараться понять друг друга. Наверное, ещё подпитывать надо свои отношения и чувства чем-то. Вместе что-то смотреть. Вместе что-то обсуждать. Вместе что-то переживать. Хотя вот до смешного. Мы находимся 24 часа вместе друг с другом. Вот все 18 лет мы практически не расстаёмся. Мы работаем вместе. Мы отдыхать ездим вместе. Мы дома вместе с детьми. Боже мой, да мы даже машину ходим в гараж ставить вместе. До смешного. Если мы расстаёмся на какие-то полчаса, на час друг с другом, у нас новостей накапливается, мы наговориться потом не можем. Мне вот думается всё, есть край этому или нет. Секрет хорошего праздника, наверное, в желании сделать этот праздник. Вот когда хочется праздника, он будет. И когда тебя поддерживают в твоём желании сделать праздник, люди съезжаются, они никогда не видели друг друга. Возможно, знакомы только друзья жениха и невесты, знакомы между собой родители, а родня первое время сидит, присматривается друг к другу. Друзья семьи никого, возможно, не знали с противоположной стороны. Ну и, конечно, важно растопить вот этот вот лёд. Важно их расслабить, создать им вот эту вот комфортную ситуацию для общения, для того, чтобы они могли поговорить, чего-то поделать вместе. Как я вижу тех, с кем я найду общий язык, кого бы мне хотелось видеть на праздниках, с кем бы мне хотелось работать. Это люди душевные, эмоциональные, музыкальные, приветливые, радушные, добрые люди. Мне с ними очень легко, и мы всегда находим общий язык. Очень отрадно видеть пары, которые вот даже в мелочах бережно, трепетно, нежно, любя, помогая друг другу, подсказывая, спрашивая что-то. А вот как ты хочешь? То есть вот смотришь на это и умиляешься, думаешь, господи, да пусть у них это всегда вот так вот будет, чтобы они никогда друг к другу спиной не поворачивались. И если даже что-то не так в отношениях, чтобы это обговаривалось, у меня, наверное, несколько таких праздников, которые вот сразу мне пришли на ум. Это была безалкогольная свадьба. Вот я до сих пор ее вспоминаю. То есть там было порядка 120 приглашенных гостей, ни капли алкоголя, и это была настолько веселая свадьба, настолько все были на подъеме, воодушевлены вот этим событием, которое происходило, что вот сколько лет уже прошло, по-моему, лет 10 прошло. С того момента я до сих пор помню. Потому что уже столько пар, которых мы переженили, уж явно их больше, чем полторы тысячи, где-то, может быть, около двух тысяч. Дело в том, что вот именно на это время, пока мы находимся вместе, я не конферансье, я не ведущий праздника, я, наверное, член семьи, вот этой вот большой, дружной, счастливой. И мне интересны эти люди. Мне интересно с ними разговаривать. Мне интересно с ними проживать вот этот вот день. По большому счету, я о них многое знаю. Знаю со слов жениха и невесты, которые мне о них рассказывали, которые мне о них писали. Мне интересно их зажигать где-то, видеть вот этот вот тот клик. И если я его вижу, мне прям не так хорошо. И я потом вот долгое время вот с этим ощущением хожу после праздника. Вот какой-то вот наполненности вот этими вот эмоциями и впечатлениями, которые были в этот вечер. У меня не возникает чувства неловкости при встрече с ними потом. Мы всегда рады видеть друг друга. Мне всегда приятно видеть, как они мне улыбаются, как они мне издалека куда-нибудь машут в каком-нибудь магазине, если я стою капусту, выбираю. Приятно то, что люди к нам возвращаются. И мы уже впоследствии ведем другие их события жизни. От даты к дате, от праздника к празднику. И, пожалуй, именно это дает нам право думать о том, что мы все делаем правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова